Возьмем, допустим, Петрова Дениса, который в аудиозаписи сказал, нас заставили переписать высшие люди. Почему я так подозреваю, он пошел на это? Да, потому что данное лицо, сотрудник, держит 15 автомобилей по откачке септиков. Вы предоставили нашей редакции сюжеты? Сюда подходите. Я говорю, что делаете? Воду нет. Ну, это люк. Сливаете воду. Для какой цели? Я еще раз говорю, где вы должны сливать? Это является городом. Ливневка называется, чтобы вы понимали. Почему вы сливаете на частном автомобиле воду? Объясните, где вы должны сливать? Ну, вас что, не учили? Вы водитель? На кого работаете? Петрова? Петрова работаете? Ну, да. А как ее зовут? Марина или Денис? Денис? Ну, а что, в чем вопрос? Я не могу понять. Что, Денис не объяснял Петрова? Он где, в ГАИ работает? Он не объяснял, что ли, что нельзя сливать? Что надо, как положено. Или говорил, можно в люке? Нет, не могу. Ну, а в чем вопрос? Почему вы так работаете? Скажите, вам нужны вообще вот эти проблемы? С городом и со всем? Что, в 02 звонить? Нет, не нужны. Что, Денису надо Петрову звонить? Наверное. А? Наверное. Что, порешает вопрос? Давай, скручивай, убирай, потом будешь звонить. Убирай шланг. Шланг, убирай. Тебя как зовут? Жень. Жень. Ну, ты вот сам вот смотри. Ты сам вот понимаешь, что ты везешь, понимаешь? Ну, нахрена ты у кого-то откачал септик и сейчас в ливнеку сливают? Для какой цели, вот скажи? Что, тяжело отвезти как полон? Понятно, что там бабки надо платить, а здесь на халяву. Так, конечно, можно работать и 15 говновозов держать, как он держит. Ну, просто я не могу понять, ну, ты же живешь, ты же человек. Сегодня ты работаешь на Петрова Дениса, завтра ты работаешь в другом месте. Ну, ты должен уважение проявлять другим людям. Вот и сейчас забьется, блядь, эта канализация, ливневка. Ну, ты что творишь? Есть документы, подтверждающие, что данный бизнес принадлежит его супруге. Вот, и вчера просто хочу сказать, что по телеканалу Краснодар рассказывали о том, что эта ситуация сейчас берется под контроль. И, как бы, они разбираются в том, что законно ли вот это вот все сливает. Объясню сейчас вам. Смотрите, ну, лишь только по одной причине, почему он оформил этот бизнес на супругу, потому что он, как сотрудник полиции, не имеет права держать его. В каждом автомобиле три семерки, восьмерки, МММ, РРР там. Конечно, 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 да. Вот это вопрос, где он их взял? Понимаете? Ну, такая, как бы, ситуация. А теперь мы послушаем человека, который занимается тем же бизнесом. У меня ассоциализаторная машина. Сколько у вас машин? Четыре машины. Скажите, пожалуйста. Вот. Кто является вашим конкурентом основным? Ну, основной, самый такой конкурент, это гаичник у нас есть такой. Денис, его зовут, капитан. Это Петров, да? Да, Петров, да. А в чем он вам конкурент, почему? Да, потому что везде засрали весь город, льют, куда попало, в посадки, в ливневки. Ему все можно, его отпускают гаичники, машины. А нас казнят, не дают работать, сливаться. Вообще вы куда должны все это сливать? Ну, сливать должны вообще положенные места. Ну, как таково у нас только одно место в городе сливаться. Туда далеко возить. Это куда? Ну, это в районе свалки мусора, водоканал. Там платить надо, да? Там платить надо, да. И сколько? Я не знаю, цены разные. И 60 рублей за куб, и 100 рублей за куб. А ему можно все. Я так понимаю, что он экономит деньги на том, что ему не нужно никуда ничего вывозить, никуда сливать. Раз, и пусть там время выигрывает, и ехать никуда не нужно. Ну, конечно, я один рейс делаю, а он 10-15. У него машин 15-20, наверное. Он поснижал все цены, всем перебил. Ну, фактически, фактически. Получается, что он напрямую нарушает законодательство Российской Федерации и сливает все нечистоты в ливневую канализацию, правильно? Именно в ливневую. Да, не только в ливневую. Еще куда-то? Ну, конечно, и в садах, и в посадках. Все залили. Итак, только что вы увидели небольшой сюжет нашего большого расследования. О сотрудниках ДПС города Краснодара, которые порой злоупотребляют своими должностными полномочиями. В ближайшее время вы сможете увидеть наши материалы в полном объеме и с соответствующими доказательствами. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!